Здравствуй, не случайный зритель. Траектория, путь перемещения, такие, казалось бы, похожие слова. Давайте найдем в них отличия. Итак, у нас есть карта, и мы хотим проехать из точки А в точку Б. Ну, естественно, мы что используем? Ну, какой-нибудь Яндекс.Навигатор. Вот мы построили маршрут, и вот идет маршрут. Что же это такое? Это та линия, по которой будем мы двигаться на машине, на мотоцикле, на чем хотим. И получается, что нам придется преодолеть вот это вот расстояние. Вот эта штука называется траектория. Первое понятие траектория. Это линия, по которой движется тело. Она не обязательно прямая, может быть и кривая, как в данном случае. То есть такая вот дуга, траектория, линия, по которой движется тело. И длина траектории у нас получилась 41 километр. То есть мы проедем 41 километр. Это и есть путь. Второе понятие – путь. Длина траектории. Но давайте посмотрим, а если бы мы из точки А в точку Б прилетели? Ну, сели бы на какой-нибудь вертолет и по прямой. Согласитесь, расстояние будет меньше. И вот оно, 26,2 километра. А здесь было 41. Большая разница. Кратчайшее расстояние между точкой начальной и конечной – это перемещение. Перемещение – это отрезок или вектор, соединяющий начальное и конечное положение. И смотрите, какой прикол. У нас перемещение меньше или равно пути. Путь он всегда больше, потому что мы всегда ездим как-нибудь по кривой. Ну, бывает, что равно, то есть путь равен перемещению. Это в том случае, когда мы едем как раз по прямой линии. Еще раз повторяю. Траектория – это линия, по которой движется тело. Путь – это длина траектории. И перемещение – это вектор или отрезок, соединяющий наше начальное положение с конечным. И сразу прикольный пример. Вот посмотрите на видео. Здесь у нас как ездит робот-пылесос. Вопрос. Какая у него траектория? На самом деле, траектория у него очень похожа на окружность, но он так раскручивается для того, чтобы убирать все. Хорошо. То есть он начинает откуда-то из центра и пошел. Раскручивающаяся спираль. Что же происходит с его перемещением и путем? То есть вот траектория у него – раскручивающаяся спираль. Получается, что путь постоянно увеличивается. Он начал из этой точки и едет, едет, едет. Путь увеличивается, а перемещение. Вот смотрите. Сначала перемещение равно нулю. Он никуда не переместился. Потом он, допустим, переместился в эту точку. Вот оно перемещение. А когда он оказался вот в этой точке, вот перемещение. То есть перемещение далеко не равно пути. А больше задач из ЕГЭ, ОГЭ, ну и просто из жизни, мы порешаем во второй части такого видео. Счастливо!